Внимание! 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 И специально здесь в 2.5 записываю ролик по Т110.5, для того, чтобы вы, когда проснулись, либо же там днём, не знаю, когда вы будете это смотреть, посмотрели этот видосик и порадовались. Вот, попадаю я на карту Песчаная река, стандартный бой. Играю я, кстати, в топе списка, преимущественно против восьмых уровней. Это уровень боёв 3.5.7. Не знаю, то ли 7 утраток действуют на Т110.5, то ли ещё что-нибудь на рандом. Но играю я в топе списка, без артиллерии, Песчаная река, и можно здесь прям вдоволь насытиться нагибчиком. Однако здесь нельзя много голды использовать. Только на Тай-5 Хэви и, возможно, какие-нибудь бронированные машины, которые будут играть до Бортины. Соответственно, если анализировать стаб союзного, так же стаб противника, сразу же надо проанализировать тяжёлые танки. Какие есть, можно ли с ними бодаться на самой Песчаной реке в квадрате G5, а также в квадрате G6. Это ВЗ-111-5А, Тай-4 Хэви, 257-й, СТ-1, Лев и, возможно, там ещё прототип будет. Короче, танков просто уйма. Также ещё Т110Е4. Сразу же здесь надо посмотреть, кто со мной едет. Это будет никто. То есть я один здесь, и это плохо. Ну да ладно. Тогда будем играть как можно более саевого. Левый фланг у нас просвечивает две ЛТшки, а правый никто не просвечивает. Непонятно почему. Левый Т110 отправляются направыми с того, чтобы отправиться туда на СТшках. Опять же, снова непонятно почему ВАЗик проехал на левый фланг, а я в свою очередь ныряю на песчаную так называемую реку. Тайп 5 Хэви неизвестно где. Здесь чекаем сразу же на тяжёлые танки противника. Тоже не видим никого. Возможно, сейчас кто-нибудь сверху на меня выйдет, и этого надо опасаться. Может быть, дальше вперёд проехать, или это слишком промечиво будет. Нет, Тайп 4 Хэви сверху. Он будет направо заезжать, будет поворачивать? Нет. Нет, не поворачивает. Однако мне всё равно, наверное, надо будет назад отъехать, чтобы не получать здесь оплебух от этого Тайпа 4. Вот мы откатываемся здесь сразу же назад, заряжаем голду на этого Тайпа 4, резко, быстро перезаряжаем, и пытаемся выцелить этого Мастодонта. Меня здесь могут дальше убивать ПТ-шки различные, там, УДЕС и так далее, и тому подобное. Поэтому надо аккуратненько играть. Не хочу получиться Тайп 4 Хэви, очень уж сильно не хочу. Возможно, мне следует переместиться на правый фланг, а может быть и нет. Пытаюсь выцелить Тайп 4 Хэви, не пробиваю его, а там ещё УДЕС стоит, он мне, кстати, может пожмякать здесь. УДЕС, как можете заметить, вроде подставляется, или нет? Не пробил я Тайп 4, непонятно почему, даже голдой не пробил. Не знаю, каким образом можно воевать против него на ББшках. Откатимся назад и постреляем по ВАЗику. Я думаю, мне это удастся сделать, если особенно подняться наверх здесь. Да, я думаю, наверх поднимусь и буду пытаться пострелять по ВАЗику. Так, вот здесь не подставляется, ЛТТБ тоже не подставляется. Это плохо. Не вижу здесь машин, противника. Очень скудно. Так, Тайп 4 Хэви я танканул пушкой, поэтому... Выстрел не прошёл у этого танка. Я думаю, здесь, конечно, мне следует поехать назад, на респаун. Сейчас объясню, почему, ребят. Дал выстрел по ВАЗику и сразу же откатываемся с техпозиций. Забираю здесь Кайра Нарвана, УДЕС и поеду я на СТ-1. Объясняю, почему. Две ПТшки. Хоть у нас эдэфит это направление, но левое направление я нормально никак не смогу продавить. Песчаную реку в квадрате Г5-Г6. Опять же, снова я ничего там не сделаю. По одной простой причине. Кстати, перезаряжаемся обратно на ББшки. По одной простой причине. Там никого нету. Соответственно, отправляемся к Т-54Е1. Будем здесь проезжать в район Т-10 нашего союзного. В квадрат Б0. И оттуда уже пытаться отыгрывать. Т-54Е1, кстати, у нас нормальную тему делает. Однако сейчас он напорится на 257-го. И, вероятнее всего, пососулькает от него. Счёт 4-6 на табло. Т-10 и Т-54Е1 хорошо стоим. Арты нет. 257-го я изи разберу здесь. У меня УВН есть. У него УВНов нет. Даём в него выстрел. Он пытается меня пробить. Ошибается. Попадается на Т-54Е1. Выцеливаем нижний лист. Соответственно, 257-му. И отправляемся сразу же в спину. К П-44-ке ИИ АМХ. Не знаю, П-44-ка где-то здесь будет. Либо же как-то по-другому стоять. Но я думаю, либо на респаун отправиться, либо П-44-ку здесь завалить. Наверное, всё же отправлюсь в П-44-ку убивать. И АМХ. Так. Самое здесь опасное, что мне могут с респауна долбануть. Потому что Е4 не светился ещё. Но я вроде бы уже проехал критическую отметку в квадрате Д2. И поэтому смогу здесь легко П-44-ку эту разбирать. Здесь выдаём выстрел по 13-5. Не попадаем. И откатываемся сразу же назад. Возможно, П-44 уехала. А возможно, и нет. Однако 13-5 слишком решительный. Я думаю, П-44-ка не уехала с этих точек. Да, вот она не уехала. Поэтому ставим её на каток. Сразу же разворачиваемся. Получаем от неё один выстрел. Ставим бортину. Закрываем сразу же башенкой наш каток. Точнее, не каток. Закрываем пушкой нашу башеньку. Тяжело говорить, когда играешь. Пытаешься что-то сделать. Пацан меня пробил один раз в нижний бронелист. Другой раз он меня пробил... Либо в бортину, либо тоже в нижний бронелист. Тут я не вижу чёткое попадание. На респауне у них есть только одна ПТ-шка. Т-28 прототип. Конкретно нашу базу, по идее, не должны пропушить. Если и пропушат, то это будет ВАЗик и однозначно Т110Е5. Подожду, пока Т-54 проедет, соответственно, на базу к противникам. Места Т10. И буду, в свою очередь, сам поджиматься в центр. Для того, чтобы сагрить на себя какого-нибудь там... Да, пустим Т-28 прототипа. Почему бы и нет? Чекаем здесь это направление. Видим, что меня не засветит. И сразу же, значит, будем поджиматься в эти квадраты. Сводимся на Т-28 прототипа. И параллельно сразу же вкатываем в центр, как я уже и сказал. Для того, чтобы там уже убить Т-10Е4. Прототипа забрал. 44-ку сейчас буду убивать в спину. И вот ТТБшка. Если, кстати, надо было остаться на брахане, дать выстрел по ТТБшке. Это ошибка. Это ошибка с моей стороны. С ТРВшку, кстати, можно здесь сзади убить. Но я думаю, сначала лучше ТТБшку буду здесь пинать. Не знаю, как ее правильно здесь поубивать. Наверное, подъеду в эти точки. И так-так-так, назад-назад, не вижу. Оп. Закидываем выстрел по ТТБшке. Начинаю сразу же мансовать, двигаться. Ай, боже, помогите кто-нибудь. Сейчас сдохну. И, естественно, вздыхает. Сейчас надо помочь нашим союзникам разобраться со ТРВшкой. Потому что 44-ку, по идее, и так без меня должны здесь сбрить. Однако, нет, здесь Т-10Е4. Закидываем по нему выстрел. И остаемся здесь сверху. Сверху всегда хорошо. Особенно, когда ты мужик. О, да. Такие шуточки-прибылочки. Как я уже сказал, сразу же закрываем своей пушкой башенку. А по Т-10Е4 сам пытаюсь в башенку попасть. Однако, что я здесь затупил. Надо его на каток было поставить. Туплю-туплю-туплю-туплю. И каток выцеливаем. Ставим на каток. Нет, не ставим. В следующий раз поставим. Т-10Е4. Что, будешь подставляться под меня, братик? У ДЕС все равно подставляется. Закидываем еще один шот. Т-10Е4 что-то тупит. Вазик на барханах. Подпалил я УДЕСа. И где Е4 здесь? А здесь. Охренеть, он не светится. Вы это видите? Серьезно? Как он меня смог продамажить, если сам не светится? Точнее, возможно. Не стоит еще забывать, что у Т-10Е4 есть хп. У ВАЗика тоже. ВАЗик разбирает нашего пацана. У ДЕС где-то тоже стоит. На барханах. Он будет светиться, если будет пытаться меня убивать. Соответственно, здесь пытаемся где-то найти Т-10Е4. Закидываем шот. ВАЗик по-любому заберет нашего союзника. А УДЕСа я попытаюсь сейчас забилить. Однако, видимо, у меня не получится это сделать. Значит, будем убивать Т-10Е4. Забираем Е4 и сразу же отправляемся к ВАЗику. ВАЗика я не смогу добить, потому что... Где ты был? Не попал. Потому что базу захватили. Фух! Потный бой, на самом деле, оказался. Это первый. С Пантеркой я вроде засовладал. Е4 тоже я подловил. Непонятно, что он там делал. И Блайнд один закинул. 5800 урона. На ББшках. 7000 ВН8. Хороший бой получился. Отправляемся в следующий. И только заряжаем здесь уже побольше голды. Знаете, обычно бывает в таких вот рубриках и в таких боях, что ты заряжаешь голду и происходит апсер. И потом такой, да на ББшках! Изи играть, ББшки лучше. Чувствую, у меня сейчас будет как раз-таки такой и казус. Мураванка. Стандартный бой. Попадаем мы опять же в топ списка, однако здесь против двух артиллерий. И это плохо. Вот. Однако здесь самое плохое, если проанализировать стаб противника, а также стаб союзный, это 268 ВН4. Даже не столько 260, хотя у него достаточно точная и хорошая пушка. Даже не столько МХМ4-51, хотя у него хороший уголь вертикальный навод. И даже не столько Эмиль-2, хотя у него есть крепкая бронированная башня. Сколько? 268 ВН4 и 2 артиллерии. Итак, надо здесь подумать. Поеду налево, вероятнее всего я проиграю. Я буду там ничего не делать, буду ставить прострели против артиллерии, соответственно, ой, не против арты, и против ПТ-шек, которые буду ставить в квадрате Б1 и не буду следиться. Что еще можно здесь сказать? Если еще посмотреть, то 5 ПТ-шек у команды противника, у нас тоже 5 ПТ, но в этом не вся соль. Вся соль в том, что даже несмотря на то, что у команды противника 268 в ряде 4, вероятнее всего поедет либо на первую, вторую линию, либо на восьмую, девятую, нулевую, мне же будет намного выгоднее перестреливаться на девятую, нулевой линию, потому что ПТ-шки кемпят либо с Б0, а в Б0, если они будут стрелять вот в этом вот квадрате, они будут светиться, либо же они будут стоять и дарчепотить в квадрате Б1, но туда они не будут светиться. А значит, лобовая перестрелка мне наиболее выгодна в квадрате Е0, вот в этих вот точках, и оттуда я смогу хорошо играть вот углов вертикальной наводки. Однако есть, да, большая-большая проблема, ребят, артиллерия. Если я буду один светиться на карте, артиллерия будет убивать меня. А значит, мне нужна помощь Эмиля вот этого второго, который, я не знаю, зачем стоит, но мне нужна его помощь. У тебя же хорошо бронированная башня. Так, помоги, едь сюда. Зачем ты там стоишь, брат? Ты же хорошо бронированная башня. Мы, как что, обсадили я там. 260 тоже здесь. Окей. Попытаюсь я отыграть от этого куста. Возможно, кого-нибудь высвечу. Возможно, нет. Эмиль второй. Он меня засветил. Артиллерия, соответственно, тоже сводится на меня. И будет по мне пробрасывать. Уйду я, пожалуй, от засвета, и даже дусь нашего Эмиля второго. Не хочу от арты лишний раз получать. Подожду Эмиля второго. Пожалуй, это будет правильное решение. Закидываю выстрел по бача 12-е, и в меня сейчас будет скидываться артиллерия. Очень-очень плохо. Говно, минус один. Не хочу светиться. Ой-ой-ой, как не хочу же светиться в этих боях. И меня еще просвечивает кто-то. Эмиль второй здесь. Меня арта здесь будет убивать. Нож 90-ик, я не знаю, просвечивает кого-нибудь или нет, но, возможно, здесь есть танк. И он меня будет доставать. И арта меня будет доставать тоже. Меня могут сзади просветить, но я думаю, что у меня УТ-шка спереди светит. Поэтому здесь все печально. Наш парень на Эмиле не хочет уезжать, однако я тоже не хочу здесь выезжать. Сразу же поворачиваемся лицом к этому пацану. 261-ый здесь пытается тоже меня поубивать. Прокидываем выстрел еще один к Эмиле второму и вот тот самый леопард, который, вероятнее всего, меня и засветил. Самое здесь важное отсветиться и уже дальше разыгрывать. Жопой не хочу поворачиваться к арте. Очень сильно не хочу. Но я вынужден это сделать, потому что 260-ый. Не успел я добернуть корпус и нашего пацана убивают. Надо убить 705-ого. Закидываем ему шот. Бачат меня, соответственно, не попадает два выстрела и 705-ого надо как-то распилить. Эмиль второй, пожалуйста, помоги нам. Закидываем выстрел по 705-ому и артам говорит, за меня жопу выцеливать. Прям вообще так огненно-огненно. Однако я не пальцем пиханный и поеду сам 260-ого, чтобы его перестрелять. Это на самом деле здесь будет точно правильное решение, однако вся проблема вот в этом говнице маленьком, которая будет меня выцеливать. Пробиваю я его и арта сейчас по-любому будет вкидывать меня, чтобы засопортить своему союзному 260-ому. Но, как я уже сказал, не пальцем пиханный тот, кто не пальцем деланный и танкуем здесь 260-ого. Показываем всю кинать себе здесь это плохо, надо чиниться и дальше перестреливаться с этим типом. Закидываем ему шот, сразу же пушку вставляем ему в пушку и начинаем двигать, чтобы он меня не пробил. Но он меня почему-то пробивает, однако я его забираю. Куда он меня пробил? Под башню. Охренеть он меня смотрите куда втащил. Прям вот в лд корпуса дикость чередем светится. Это плохо. Он меня пробил. Закидываем шот, сразу же начинаем мансовать, там еще вт. стоит. Вт. 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 Где? она стоит. Думаю здесь. Плохо. Я наверное умру, но во имя урона я все же поеду драться. Нет, вот этот митяй на своем закидываем по нему шот, он такой о боже че делать, че делать и будем завершать наш бой бронебойными снарядами, потому что легко пробить вт. хотя даже дадим фугас заряжу, чтобы на верочку урон дать. Какашка полетела прям в лицо. Вт. здесь где она, где она, где она, попадаю и ваналдай она меня пробьет. Нет, мансуем, мансуем, мансуем. Нет. Ах, убила. Ну вот так заканчивается второй бой. В принципе, повезло на самом деле, что Эмиль второй упоролся и меня ни разу не пробил и что арта меня не фокусила параллельно как я убивал 705. В остальном все решение было точно правильно принято, потому что 268 вариант 4 где был? На другом фланге. Здесь я воевал против Эмиля второго 360-го, а у меня от УВНов явно хорошо получается против них играть, даже несмотря на то, что 260-й был статистом. 4600 урона я настрелял и что я могу сказать вам, ребятам? Если вы правильно позиционируете своего теста действия 5-го, то вы однозначно будете на нем чётенько нагибать. 5200 урона, 6300 в Н8. Я уже показал, сколько у меня было статистика на этом танке, сыграл я 2 боя, статистику немножко повысил на танке, всё чики-пуки. Т110Е5 не имба, однако танк может имбовать и нагибать, если вы его будете правильно использовать. С вами был Нерью, ребят, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайчински и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok